Прогулки можно было устраивать только по Арбату. Теперь же нужно время, чтобы определиться с маршрутом. Уютный Камергерский светский столешников или, может быть, возвращение в прошлое на Кузнецкий мост. Ирина Силкина расскажет о самых ярких городских преображениях прямо сейчас. Сколько будет посетителей? Будет плитка или брусчатка? Брусчатка, вот видите, вот такая вот брусчатка будет. И все будет пешеходная зона? Да, и все будет пешеходная зона. Так что отбой от посетителей точно не будет. Не будьте скучать. Так и получилось. Никольскую даже прозвали не спящей из-за постоянного потока людей. А на улице открыли десятки кафе и ресторанов. Заведения работают и на этой улице, и что характерно, заведения, которые находятся дальше. Когда люди с улицы уходят, уходят уже в сторону метро, уходят в сторону проезжей части куда-то, в сторону Лубянки, чтобы вызвать такси. Там тоже рестораны работают очень неплохо. Бизнесу это важно, бизнесу это нужно. И опять-таки нужно и москвичам, и гость там столицы. Первые пешеходные улицы, Кузнецкий мост, часть Рождественки, Камергерский и Столешников переулки благоустроили в 2012 году. Их протяженность около полутора километров. Красивый и интересный маршрут получился от Петровки, Неглинной, Лубянской и Театральной площадей. Продолжение следует... Продолжение следует...